меня бы мучила совесть если бы я не записал это видео короче да захожу я значит в ютубчик листала там листал и узнал то что оказывается фнаф плюс уже добавили в steam я понимаю я купить его не смогу из-за вот сами знаете каких проблем вот этих санкционных ваших но мы не про политику канала ведем поэтому нам пофиг вот фнаф плюс мы пишем и что нам выдает нам выдает фнаф плюс логично что давайте зайдем посмотрим так не поддерживается и русский язык понятно вода five nights заткнись я еще не дошел до трейлера секунду там трейлер где у службеки фредди мы его посмотрим естественно вот у всякие раз разработчики и издатель а кому я это давайте уже начинаю смотреть трейлеры всякие часто же секунду так подождите подождите не туда зашел эта программа я в это фото делу да я вообще сейчас на зон заходил шикарно так все давайте как сюда явные флешбеки пошли правда откуда непонятно видимо из старых пиццерей а из трейлеров а чё тут только трейлеры что рублю стрельбу и помимо помимо трейлеров то вот какие-то новый момент нет а вот пошел контент вот так чика что мы видим судя по всему там всякие можно будет картиночки это так сказать оформление камер видимо можно будет менять потому что там вот то они кругленькие то они в квадратика то не в прямоугольниках то ли они как то ли они выглядят как в оригинальной игре видимо да можно будет как-то камеры типа менять типа внешность вот этот экранчик сам чтобы там камеры по-другому выглядели там скорее всего потом у него там всякие получается чику нам показали бонни от чика наверное тут самый стрелок я всегда боялся из-за ее рта сломанного меня это пугает да немного и baby меня пугает в принципе особенно скраб ладно идем ну и фоксян естественно все версии почти все они пугают ага а у чики челюсть сломалась блин у меня это заступили на реакция стомазила реакция сперва был скример потом через две секунды только это испугался ладно странно так five nights freddy плюс white list on steam now con copyright 2022 скотт коутон ага все понятно и к чему это нас приведет скримеру надо быть готовым фух не было так ладно прикольно интересно ладно давайте посмотрим теперь эти фоточки что у нас а это измененный офис что могу сказать принципе в принципе очень даже уютненько выглядит даже что мы тут видим мы тут видим фёдора у да вот этот плакат как в оригинале видим кексик кстати переделана да я видел марионетка тоже я знаю переделана будет потом балумбой как мелкий как во фнаф 3 стояли фигурки на столе только там балумбой такого не было а тут балумбой решили фигурку такую сделать в стиле фигурок фнаф 3 вряд ли вы что-то поняли но я сам ничего не понял что я сейчас объясню поэтому идем дальше так я знаю тут еще где-то хелпи есть когда появляется насколько я знаю или что там короче хелпи здесь какие-то отсылки на него я знаю есть вот тут даже стилистика sister location даже небольшая есть а мне она очень нравится всякие вот эти трубы всякие микрофон и кнопки мне это нравилось очень вот ну так это что за кнопка это типа кнопка дверей а здесь такой нету а одна типа дверь не закрывается так вот что мы тут бони блин бони на самом деле аниматроники вот эти переделаны никуда страшнее выглядят чем оригинал но естественно более жирные ладно так что у нас тут красные штучки я вижу ладно это наверное рот такой стиле зон а нет это свет так падать сериально а че-то у меня такой красный окей так ну сами по себе эндоскелет я смотрю тоже перейдем какие-то трубочки жирный федор так вот кекс и блин у чик она сама стрёмно я пугаю знаешь чикой снаф-2 которая сломана потому что у меня через такая стрёмно да посмотрите она видимо иногда челюсть будет отваливаться как у фнаф-2 там у чики снаф-2 которая . глаза слишком маленькие а это норма один желтый другой и фиолетовый розовый точнее а оба глаза видят или только один просто светится всего один а у этих всех глаза светится а видимо чика слепая на один глаз будет все как-то ей помешать не понятно ладно ага что мы тут видим тут у нас энергия будет показываться ну и на сколько мы процентов энергии используем вот тут разные стилистика камер то есть мы в трейлере увидели одной одну стилистику камер здесь другая стилистика потом в трейлере в этом же была другая еще одна стилистика камера вроде бы так что у нас плана показывать такие вот углы добавили принципе просто как декорации не думаю что это как-то влияет типа на аниматрониках на игру и так далее время естественно и опана мы теперь можем самостоятельно камеру поворачивать игра в предыдущий фнаф я понимаю что это фигня очень даже полезно ну естественно наш боняшек два глаза светится все дела так убрать и включить камеру окей идем дальше а это кнопка двери а что тогда там было тут ага подождите есть так у сравнить это видимо более старая версия да это более старая версия игры тут еще хелпи стоит а тут вот а тут вот например вот стоит стоит вот а тут стоит а я понял все в меня для меня так и так же старая уже версия игры еще более такая написано все знаете в таком майнкрафтовском стиле вот ну ладно видимо это да видимо это старая версия еще опять стилистика камер разный как вообще отвези тут уже другие тут а нет это та же самая силисикла кнопочку дабы а видимо на мига то там сделали скринка до этой кнопочки не было так гитара я смотрю боня прикольная ага вот федор стоит ага ну чик конечно стрёмно реально наверно чика меня больше всего будет пугать себя когда нибудь в эту игру поиграю а да видимо стилистика другая потому что здесь уже как я понимаю более обновленная тут вот дверь закрывается рычагом что в принципе более логично потом как я понимаю вот там вот находится стол вот с той стороны стол так ага тихо вот да вот здесь стоит стол как я понимаю а вот там вот тут дверь и тут окно получается перенесли окей это не очень на самом деле удобно то что окно перенесли но вполне окей don't waste power не тратьте а это именно офисные то есть правило то есть не основные а офисные получается не тратить энергию зазря как я понимаю don't кого это вы переведете сами пожалуйста вообще не в комментах то знаю потому что я не хочу его на перевозчик время трассе хочу чисто посмотреть вот всякие скриншоты и так далее вы отказываешься так что монитор и все короче а бы по типичное заполнение комнат в нафском стиле кнопочки то всякие прикольно достаточно прикольно а это видимо подсветка это рычаг а где стекло ой видимо нам они а вот да все и сколько есть на нас а игрушечка прикольненько так ладно что у нас тут о это скриншот по-моему как в оригинальной щек находим через я смотрю немного поломана глаза разные тоже поломаны птика наверно ту самая сломанная реально окей так тут нас гитарочка синева фиолетовые всякие штыки я смотрю кстати эндоскелет теперь меньше торчит вот вот этих всяких местах а тут конечно да тут еще сверху а так на самом деле норм норм ага тут еще какие-то о у бони теперь другая получается ушковая система как бы а как-то по-другому еще писать как-то назвать мой тут еще кита что это так надо это швы какие-то или что ладно окей в принципе мне нравится мне очень господи как же это стрёмно а это пиццерия пользуюсь большим спросом посмотрите на эту тварь как к ней хоть какой-то ребенок может нормально опять стилистик а это старая судя по этим буквам это еще старая стилистика окей тогда вопрос окей ага а почему бони в офисе и нет скримера а что это такое кстати день покажет это наверное когда уже игра выйдет мы с вами узнать опа на тут же балум бой до этого стоял тут фокси теперь видимо фигурки будут меняться с ночами у меня так кажется ага видимо у бони какой-то еще спец задание помимо просто его закрыть перед ним дверь будет опять стилистика другая вы чё прикалывать и вот видите север камеры такие ладно вау посмотрите то прямо целую тут такая вот стоит блин я кстати боюсь очень фокси я специально еще пока особо не смотрел на него так вот чисто глазом буквально пару раз взгляну но пока особо не понял как он выглядит поэтому окей карпанная статуэтка фокси простите я вышел строй так ну короче ты ничего интересного в любом случае я более-менее перевел как мог хрень какая-то получилась сегодня шутка не очень я думаю это важно я блин обычного фокси снаф-2 поломанного вы посмотрите на эту фигню мы как с ней графика должен ужас блин у меня мурашки не знаю меня он напрягает реально белый глаз реально что за зомба куда лицом то лезешь камеру сломаешь еще так ага тэрсдэй плюс а я кажется понял почему плюс ну типа там уже это он типа прошел видимо основную ну вот этот тестер основную так сказать часть игры прошел и там же видимо будет как ультимейт кастом на это из этих вот с аниматроников как в оригинальной части как я понимаю это фэрсдэй плюс ага ничего не понятно да видимо вам после моих объяснений я вообще шикарно объясняю это что это генератор генератор ладно три процента энергии и нифига он это использует энергию конечно у него кончается а фредди ну фредди фазбер спицца нету окон как и в оригинале ну слушайте очень даже прикольно со скриншотами мы закончили ну слушайте мне очень понравилось реально прикольная игра ладно идем дальше что у нас тут еще есть об этой игре тут типа плюсик а это небольшой так свой геймплей а судя по всему у двери будет своя так сказать какая-то энергия судя по всему пришел вот так вот дернул и у него там показывается фигня а почему закрыл дверь и даже не подсветив ладно что у нас тут бренд нью вы чё это все предлагаете мне переводить уж не надо ладно так welcome back to фредди фазбер спицца спинт юнайт свои вас короче вы будете очень популярны известной пиццерии работать охранником это мы и так понимаем ух нифига тут у вас о опу посмотрите фредди дышит дождите этом реально все дырды видимо явно намек то что типа в них находится души по логике то получается это какая-то ссылочка на то то что и фиола это чел убил детенышей вот и засунул их туда и души в аниматроника вселились и вот они теперь видимо отсылочка короче на то то что аниматроники живые вот так тут у нас что мне почему-то кажется что это бой не сидит не мне кажется что это бой не но не знаю точно я не знаю так это уже не важно опа на системные требования windows 7 неплохо у меня windows 10 dual core кпу оперативной памяти 2gb озу 2gb версии 11 1gb 1gb а мне сколько понадобится 1gb видимо я неправильно понял что-то когда читал потому что не может быть что игра так мало есть ну фиг знает и не знает в принципе все как бы мы все посмотрели получается запланированная дата выхода и где вело комент ладно но мне понравилось русские поддерживается ага крик тимс и рейдер по фнафу спреди круто ребят надеюсь вам тоже понравился этот ролик так сказать на месте бы ждете можете есть коменты будут работать написать ждете ли вы фнаф плюс лично я жду хоть и навряд ли снова в него поиграть за некоторых причин сами знаете каких санкций но но не исключаю тот факт что возможно я поиграю мне понравилось все тут то есть особо книг нечему придраться мне прикольно реально прикольно все как бы всем огромное спасибо за просмотр получается и все пахулики до свидулики надеюсь на плюс очень скоро выйдет